всем привет и мы на очередном мэтт-шоу сегодня буду я с пацанами так что пацаны погнали и я вылетел из этого грёбаного плей-оффа и радуюсь больше чем вы берг порадуйся скотина я порадуюсь когда 10-0 будет степ бай степ все хорошо все по плану главное чтобы не просто 10-0 а с кубком 10-0 это всякое может быть как это две игры осталось сейчас 8-0 две выиграем 10-0 как без кубка и не загадывай вот 10-0 и ты без кубка остались я реально тебе скажу я тебе реально такую узкую херню подаст кто-нибудь на вас какой-нибудь рапорт и реально придется 11 игра понимаешь а можно подать рапорт так ладно давайте да начнем с наших мифических дозаявочек да как бы за эту ночь достаточно много было переходов вот основные наверное это я считаю что михей усилил про players club очень сильно до мани помог козлам очень хорошо помог помог да ну это т.е.у. не очень помог а в г я считаю наоборот он им скорее разрушил игру ты своего своего отдал против нас да ты думал он и поможет у меня вопрос другой к тебе почему ты михея к себе не вернул все позади чем нет я не прощаю как бы мы созгли его футболку его больше не будет хотя он до этого просился в аманка как вообще с натуре ведешь себя как моя бывшая сразу все мосты сжечь ну может испортил это не только я это в целом позиция команды братишка потом как раз вот я тебе скажу так что тебе михея не будет хватать финале да мне все даже не рассматривали уже финале я рассматриваю если пройдет туда я рассматривала тавакаляна я от тавакаляна отказался подожди 100 ты не можешь женщине мосты просто ты играешь с ним в другой команде ну это разные турниры нет я имею ввиду михея больше никогда не будет сайнар boys никогда и так с каждым участником вообще считаю что все команды которые ну реально вышли в плей-офф ему не нужно никем усилят вот тебе то вообще лишний пятак еще за победу одна игра там блять нет я просто потому что и так сильные команды но берга никто не нужен зачем он и так в порядке да я беру просто все кто с кем кто с ним двигался с первого сезона и там молится на саянару бойцы задвигать на заднем я сразу говорил мне важно было костяк сохранить сохранить коллектив витя витя китчин потому что медийный игрок конечно второй сезон он будет больше играть он это давал ему нормально играть он там выходил на не нормально но пару игр он отыграл до тебя как никому не знать все таки сме заводной команде был тоже нормально да я за кстати доволен количеством вообще очень доволен он собой немножко недоволен ну а вы сожгли его майку он не побольше он отыграл сбиван бокс при нем 15-0 мезобой старте был он сколько минут сыграл много он сыграл да вот там весь стартовый отрезок мне за не играл много с нами 15-0 при нем было 5 берк пиздобо получается когда он выходил был 14-0 было да вышел в старте он вышел в старте сильная команда делает себе такой запас может себе позволить молодцы агунда вам вообще лузер из реалити зачем ну зачем вы взяли лучше бы ты играла или аж там хаслер ну как бы если бы вышел аж мы бы сразу выпустили амчи посмотри на него как он может вообще давать адекватную оценку человека когда он сидит уже третий раз с гандоном на голове придумать как ты выглядишь ребят ребят я на игре кстати поймала такое что первый раз увидела как сайнара бойз вообще затихли когда мы стали догонять и такая у вас хорошо паша попал если паша не было вообще тяжело было он хорошо попал подряд трешки да да было как паша казаки был хороший только чуть ну не дотянули нет мне вообще удивительно было что вы после игры говорили ой вам повезло его мне странно было что вы думали что вы вообще можете выиграть люди по объективного с 4 на адекватных человека есть из игроков 4 у нас есть три тройки но одна чуть слабее играть на паркете 3 на 3 ну а есть вообще в этой лиге кто-то кто просто вот каком плане интересные хорошие команды вот три команды полуфиналисты хорошие поинтерес а чем чем об этом интересе других команд это не значит это понятие тогда мы тоже интересные как как он говорит но у вас четыре игрока у нас у нас самый легкий соперник был в 1 4 у нас самый легкий соперник был смотрите на урал и на рокетов так и чё они чё флексили они вообще не понимали куда попали а вот вот не надо мы тоже чуть-чуть подвырнулись в концовочке я не выебуюсь я все по фактам говорю я говорю по фактам опять сам где-то сидит извини меня за 8 тысяч километров контролировал мы опять стиля раздали все доказали все сделали ну стоп вы выебнулись на первой конференции девчонка вышла сказал мы вас всех трахнем я уже тогда понял все мы не говорим а мы доказываем так не говорили как не говорили я сказал мы вас будем всех ебать ну не ну прошло на регулярно хорошо залетела прям такое с агрессией с агрессией но ее подъебали она ответила ну как девочки ну молодец ответила как она должна была сказать да вы бить и меня наверно да 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 следующая тема у нас слава заявляли о себе очень серьезно остались только вечеринки теперь а чуть плохо заявили не нормально я считаю что флава одна из сильнейших романова правильно сразу не вынесло получилось что они реально нехорошо отыграли чем ты считаешь чем проблема была вот конкретно одной игры тренер не должен был сразу играть на площадке как бы он должен был тренировать а не выходить а кто тренер был салва шаташвили нихуя себе он сразу вышел да и не полетела он дальше продолжил играть ну возьми тайм аут и говорит блять ты чё гонишь ты на площадке не тайм аута не замены проходит пять минут он дальше продолжает играть со стороны смотрел как будто тоже человека именно на скамейке не хватило если до этого слеп был несколько игр он ты тоже как меняемый баскетболист мог что-то подсказать замену сделать я помню даже замену по дуна нашелла по моему в конце где-то в последних играх группе тоже такая важная я даже я готов к своей игре да и не он предыдущую игру затянул хорошо до забил свои очки но все бывает это баскетбол чего можем сделать ну конечно я злой произошла нет всегда тренер виноват в любом профессиональном спорте не мне плеер сильный очень куда хорошая команда да просто мы на самом деле думали что мы их отцепим вообще без каких-то усилий уже продумывали план с кем дальше играть я честно говоря тоже уверен был что мединый дан хороший захаров плохо себя как-то сыграл вообще не забил ничего подумать не забил для меня в этой игре как бы сыграли только два медиа да сыграл саша и сыграл тикей тикей забил действий чей ну как может не можешь профессионал не забить ничего медиа в конце просто наформил нормально не повезло пацаны как бы я никого не виню но они не сыграли свою игру а по тренировкам они тренировались готовились вопрос да ребята были приезжие часть игроков которые приезжали с питера ну надо было тоже подумать заранее приехать за день да там остаться в гостинице сыграть может какую-то тренировку провести разгильдяйство произошло такое немаленькое и вот ситуация уже поверили что выиграли все да как бы они уже шли до следующим матчем получилось что на самом деле просто мне кажется флава команда которая очень сильно зависит от одного игрока то есть если по дуна не получается по дуна флава проигрывает ну да не ну да не всем подожди а кто затащил игру с урал баскетов да не важно кто затащил он лидер но они там хватает своих тоже лидеров не но все равно ярко выраженный играл предыдущие игры но видишь как все хорошие захаров хорошо матвеев да ребята все хорошие команда но опять же формат показал в 5 на 5 на 5 было 40 минут неизвестно как быть команд тоже играли и ты сильный тси на самом деле команда мне кажется в принципе да вот сейчас за счет того что у нас и хочется чтобы медиа побольше поиграли все происходит мне кажется нам может быть там в следующем сезоне переходить форм на более длительный формат игры для того чтобы медиа играли не по две-три минуты да допустим там по пять хотя бы но также в начале двухчетвертей да 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 и просто и для того чтобы и как бы идея реально медиа был интерес и тренироваться и мотивация играть приходить плюс за счет можно определенное количество времени на чтобы не сыграли супер классно и опять же все таки за 10 минут тяжело как бы включиться показать действительно намного дольше не надо делать но чуть-чуть я больше очень больше я на самом деле больше всех возмущался почему по 10 минут игра вот в начале первого сезона не время не сам факт времени а того что он восстанавливается но сейчас понимает что это круто что ты один бегаешь без всю игру из медийных поэтому ты не смущаешься куба тоже в моменте бы я сейчас не знаю что молчишь для зрителя Фил просто слепухе придется не две минуты втянуть время а четыре научиться еще страшно тянуть не я просто опять же смотря допустим на саню в этом сезоне я бы с кайфом потренировался в следующем сезоне тоже бы не вступал нет такого понятия это не футбол подожди не сам факт времени а того что он восстанавливался тут полежал там тайм-аут взяли вместо минуты они две с половиной знаешь как мудаки в футболе которые валяются корчатся от боли что ты перевязываешь там все происходило естественно я реально ходил заматывал как бы и все в случае травмы я и не говорю я ходил заматывал и он у тебя сидит тоже ну такие же тонкости вы же могли замену произвести ты пока ушел пока пришел там да вы не сделали эту замену в итоге сделали 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 я хотел без замены у тебя заметили кровь на колене и ты пошел ее как бы заматывать ну я ничего не тянул я доктора просто полторы минуты проходит они тебе говорят ну меняйтесь ёбаный рот мы уже кричим меняйтесь нам судья технарь нам не вам подожди стоп 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 по составу с подуном с шеллом с такими опытными ребятами вы должны были быть главными на этой вечеринке а придете только к бейсменту в гости или все таки автопати во флаве можно сделать ну это мы оставим за кадром хорошо принято не бегите вперед батьки в пекло пожалуйста автопати это уже воскресенье а нам надо сейчас разобрать не вообще интересно вот вы залетали как проект который ты лично говорил о том что вы хотите чтобы этот проект существовал дальше какие планы вот интересно как дальше как будешь игроков удерживать будете ли вы в межсезонке я не хочу удерживать игроков самое главное как многие да уже ряд команд да не буду говорить какие позвонили нашим игрокам мы предлагали деньги а ты скажи кто вы сука скажи кто они говори бля прямо вот твоя камера говорит уралкин команда ты в натуре вонят нашему медиа и предлагают бабки как бы как ну это почему ну так почему занавес поехали лому я лому да уже как бы немаленький да нельзя такое говорить ахахахахахаха Ничего страшного. Да, я как бы не стал ничего даже спорить. Но никакого там замысла это абсолютно не было. Это наше, безусловно. У вас не было скрытых ходов каких-то, да? Даже ваши же, я просто не могу выносить личную переписку. Даже ваши ребята, с которыми я поговорил. Так нет, стой, подожди, если ты говоришь, давай по фактам. В смысле не могу выносить личную переписку? Давайте тогда, если для зрителей для всех объясню сейчас ситуацию. Смотрите, фиксирует судья, что на площадке около минуты играют два профессионала. При этом один профессионал забил треху, мы на нем дважды сфалили. То есть, ну, полная каша. Судьи беспрецедентную хуйню придумывают, что нужно отмотать до момента, когда вышел второй игрок. Дают технарь, но при этом технарь не засчитывают в количество фаллов. А у них уже, извините, девять. Это был бы десятый фал. То есть, они забыли об этом. И отматывают до двух минут тридцати восьми секунд. При этом Яша говорит, вы согласны, или даем им техническое поражение. О, даже так? Да. Да, именно так слеп было. Он подошел ко мне и к Жене. 28-17, да пизда вам прежде. Смотрите, ну, дайте я скажу. Какая разница, 28-17, вы сейчас все узнаете, ребят. Значит, мы, естественно, с Женей говорим, что друг друга ловим взглядом, понимаем, что лучше уж, блядь, проиграть достойно, чем вот так вот выиграть. Нам это не нужно. И мы говорим, окей. И мы бы завалили бы вообще ебальник и приняли бы это поражение, если бы, а, вы бы не флексили, как у ебаны, после того, как выиграли, вот так вот подходили бы нам в лицо Петру, не махали бы рукой, говорили, пошел нахуй домой. И второе, что самое главное, мы обнаружили, что у вас два профессионала играло не только по окончании, ну, блядь, как это правильно сказать, за 2,38, а за 4,40. А сколько он там отыграл? Он отыграл 40 секунд. То есть суммарно, это больше 1,10 матча, там ваши игроки и забивали, у наших не получалось. Короче, Вилан, давай, кто баскет и шарит, он тебе все объяснит. Слеп, секунду, есть регламент, вы выпускаете дважды заведомо двух игроков с профессиональным. Ну, давай переиграем. Ты сейчас за слова отвечаешь, чтобы переиграть. Давай переиграем, если ты говоришь. Если ты говоришь, смотри, мы не перебираем. Подожди, давай тогда. Давай тогда первый сезон с фейковым Петру переиграем. 0,15 мы тоже отыграем. А давайте и мы переиграем. Давай заново сезон. Давай заново. Не, 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 стой, сейчас слеп кинул фразу. Секунду, теперь смотрите, вот что на весах. Мы могли в тот момент сказать, Яша, да, технарь, пошли нахуй пена. Мы этого не сделали. Почему? Потому что... Мы сделали сегодня утром. Мы посмотрели матч, Берг, и увидели, что это... Почему не отмотали тогда на 4,40? А, то есть вы еще одну ошибку увидели. Мы увидели повторную ошибку, которая была в начале. То есть это не просто вышел второй профик и это заметили. Нет, они играли так и грубо. Беря, бро, можно теперь просто люди, которые разбираются, скажут, что Трубников и Андреев... А кто здесь, бро? Это мы с тобой. Это абсолютно... Вон Берг тебе скажет... мне нахуй в этом разбираться. Есть регламент, и есть регламент, по которому у вас нарушение, грубые нарушения. Это абсолютно... Никакой погоды не делает. Секунду, стоп. Можно я добавлю? Подождите. В тот момент, когда выпустили первый раз двух профиков, Поляков пошел отдыхать с четырьмя фолами. Он отдыхал и гипотетически не получил пятый фол. Они ему дали эту опцию. Соответственно, после этого они его выпустили, он чуть побегал, они опять его сажают для того, чтобы они отдыхали. Ты сейчас миллиард таких в ситуации найдешь. К чему это все? Нет, мы нашли только эту ситуацию. И по факту, если ты говоришь, что там большая разница... Он пактует сейчас. Конечно. Если ты говоришь, что же там разница была, мы все помним разницу, когда Players Club прибили Туд Ротс за 2 секунды и 7 очков. А, Манка, пожалуйста. Это все непринципиально. Да что значит непринципиально? Ты сам сказал, что давайте переградим. Знаешь, какая была история? Вот я находился вчера на площадке и мне очень хотелось камбэка. Ну, то есть, я болел, наверное, за родину, потому что хотелось именно камбэка определенного. И когда произошел... И когда произошел вот этот момент, как будто бы действительно вся площадка, аудитория, которая поддерживала вас или наоборот были против пены, они реально это была ваша такая определенная галочка, чтобы дать еще раз возможность вам подать камбэку. Убрали эту тройку, которая энергию реально пене ожидала. Это как раз таки тройка того профи, который вышел, он через секунду тройку забил. Он говорит, он хуйня. Да не хуйня, он братан. То, что все это скипнули и дали опять вам такую возможность поднимать. Миш, так не спорю. Ну, прикинь. Так он еще один момент. Так еще один момент. Ну, там сколько это? 40 секунд? Да, бро, ну ты разбираешься хорошо в баскете. Эти 40 секунд могут перевернуть игру. Смотри, как ты сказал ранее, мне похер, ну, типа, разбирайся или не разбирайся. Я вчера видел игру. Он не сделал никакой погоды этот Трубников выйдет. В те 40 секунд, даже он понял. Я тебе по фактам говорю, у вас Поляков отдыхает с четырьмя фолами. Выпустите его, пятый фол, и нахуй пошел. И что? Это твои представления, чисто гипотетические. Так тогда давай по фактам есть регламент, где ты не можешь выпускать двух профиков. Ты дважды ошибаешься, судьи на это не обращают внимания. Они пытаются? Я говорю, что вот смотрите, я не принимаю Яшу и говорю, что нет, мы не хотим, блядь, технари пени. Мы не принимаем это. Нам не нужна победа. И, блядь, в итоге выясняется, что вы полмача хуйню какую-то специальную вкидывали, специальную, сука, ваш же чел, блядь, мне говорит, что они в курсе были. Это их план был, блядь. А у тебя есть пруф? Блядь, у меня есть пруф, я не хочу, я не хочу. понимаешь, давай я тебе покажу. Это же звучит просто как маразм и абсурд, блядь. Понимаешь, что пруф как бы сейчас перекинет, потому что по факту реально, ну, вы проигрывали. И сейчас за вот эту вот, за вот эту возможность. Парни, парни, я сейчас добавлю, да, один момент, хоть два профессионала. Они знали, бро, это был план на игру. Был план на игру наебать судьи и наебать, блядь, всю систему. После пруфов, которые Саня показал, он тебе потом, наверное, тоже лично может показать, но там это выглядит, как будто реально вы были в курсе и это реально был план. С трубником. Ну, Берг, не стал бы сейчас шутить так даже. С трубником. С трубником. С трубником. Ну, у вас было тактически недостаточно. Тогда этот план сработал. Не, все, переигровки не будет уже. А, нет, план сработал. Не, ну, стой, бро. Переобулся. Не, бро, ну, тут реально по поводу переигровки. Ты сказал, да давай переиграем. Нет, зачем? План сработал, все, никаких переигровок надо. То есть ты переобуваешь сейчас. На ходу. Смотри, мы вас не прибили, не взяли техническое поражение. Я сейчас не говорю, что нужно пену нахуй отрицать. Давайте сыграем нормально. Давай как лига решит. Ну, понятное дело, ты сейчас перекладываешь на них. А что мне? Мы можем сыграть без зрителей, мы можем сыграть без камер. Мы сыграть должны... В турнире мы вас выиграли, все. Ну, вы выиграли нас наебаловым конкретно. Ну, а что ты смеешься? Да, бро, ну, Трубников, он даже не попал к нам в команду, в Глорию. Чувак, он выходит, через секунду трешку кладет. И что, он играет 40 секунд. Ну, какая разница? Он играет 40 секунд в предыдущих семи. Да их и вернули эту трехку назад. И отменили. Это человек семьи игр, не сыграл ни игрой. Что ты мне за баночника предъявляешь? Ты реально да ебаешь меня за хуйню, нихуя не шаришь в баскете. Тебе какой-то Петруненко, блять, на уши пресал. За какую хуйню? За какую хуйню? Согласен, я с вами. Второй технарь должны были дать тогда за нарушение или нет? Не дали его. Ты ебал в рот регламент, наебал лигу. Я никого не наебывал, блять. Что это, с ума сошел, хитрелиз, а что это? Любой, блять, наебал лигу. Ты сейчас в баскетбольный мир смешишь. Рот, ты что, углораешь что ли? Есть регламент, у тебя два профика. Ошибка регламента в чем? Кого я выебал, блять? Ты выпустил двух профиков. Это ошибка. Более того, этот, блять, с медийным статусом, тоже профик. Охуенно, три профика против нас. Сами, кого я наебал. Это его статус, это же такая, кого я наебал. Я вчера смотрю, извините, пожалуйста, неинтересно, вот вы в самом начале игры реально уже проигрываете. Ну, то есть, как бы у вас там 9-5, 9-4 был момент какой-то. И вы выпускаете баскетбольный журнал против солепухи. Я не понимаю, какая логика, если вы сейчас реально проигрываете. Ну, то есть, как бы вам нужно сейчас догнать. У вас логичный парень фалит. Но он медийный, и все по регламенту. Почему ты не вышел? Мне просто интересно. Это решение тренера нашей команды. Может быть, у нас был план такой, но мы охуели с плана, когда вышло два профика против баскетбольного журнала. подожди, можно я задал, кого, как я наебал. Отдали. Кого я наебал. Подожди, объясни мне, пожалуйста. Еще раз, для тупых объясняю. У тебя два профика, и ты их выпускаешь на парке. Кого я наебал, первый день не выпускаю. У меня тренерец, который даже не знал, что Трубников профик. Все вы знали. Я уже не знал, что Трубников. Я знал, Брюхневич не знал, что Трубников. Я бездомный. Сань, ну единственное, что, реально, очень большой достаточно зазор. Понятная эта история Аманка, или что-то еще. 5 минут, середина. 4 фола, 2 переломных. 5 фол может быть? Они берут его убирать, выпускать второго профика. Вот переломный момент. За 5 минут мы что, не можем отыграться? По таймингам не скажу, но по-моему, 4 фол был на 5 минут. Да нет, ну вот они его убирают. По-моему, чуть-чуть. Так давайте разбирать эту игру. Она в любом случае получилась кашей. Судьи не увидели первую ошибку. 40 секунд играют 2 профика. Они не забивают. Мы зарабатываем фолы на них. Сань, тут вопрос. образ договоряясь. Вот сейчас 40 секунд. Переиграть. Не, вопрос. А 40 секунд? Смотри, вот эти 40 секунд. Погоди. А что ты ржешь? Вот смотрите. А почему мы сможем, если они договорятся вдвоем? Потому что слепуха очку нахуй не пойдет на это. Очканет. Просто мы сейчас всем признаем, что слепуха трус. Стоп, стоп. Слепуха уже сказал. Да давай переиграем, мы вас разъебем. Я и обратно скажу. Ну бро, ну это будет, вот она реакция на то благородство, которое было у нас здесь на паркете. Какое нахуй благородство? Когда мы Яше сказали, что не будем им блядь. ты вообще, я считаю, это не проблема блядь с трубой вообще, Саша. Ты что блядь, глухой блядь? Послушай, Яша подошел, сказал, технарим вписываем или нет. И наш тренер Ия говорит, нет, мы будем играть. Вау, а тут блядь, вау, ну иди ты в пизду с такой реакцией. Еблан блядь. Если полил Петру Ненков, стоп. Если полил Петру Ненков, еблан блядь. Если ты еблан блядь. Мы нормально блядь отреагировали на это. Нет, мы нормально отреагировали. А ты реагируешь вот так вот. Как реагируешь? Реагируешь как еблан блядь. Пусть я не считаю это вообще, разбор ситуации Трубников и Андреев. Это вообще поебать. Чувак, есть регламент, блядь, который вы нарушили по фактам дважды. Ну я никого не наебывал. И ты только что сказал, что ты готов переиграть, ты переобуваешься, блядь. Вот сейчас ты наебал, да. Ой, ну сейчас наебал, ладно, бывает. Объясни, Фил, почему не может быть переигровки? Зачем? Сегодня достаточно аргументированная человек из спортдирекции ответил в общем чате. Она ответила, сказала, что Трубников вышел на 5 секунд, а я ей сказал, что Трубников вышел на 40 секунд. Вот вопрос про 40 секунд. Так мы перечитали, и там 40 секунд было, бро. Тебе как не противно тут с такими командами играть? Я за переигрывку. За переигрывку. Куба, ты ты думаешь? 5 секунд, а мы перечитали там 40 секунд. Я думаю, что Трубников не тот игрок, из-за которого надо вот это вот. Не тот профессионал, ладно? Не тот игрок. Да и Андреев такой себе профессионал. Нам сказали, что мы должны были протест в течение 5 минут. Это все правильно. А мы не знали о том, что есть вторая ошибка. Естественно, мы эту приняли. Но когда оказывается, что в середине матча они это допускают еще раз, либо есть правила и регламенты, либо их нет. Хорошо, у меня вопрос, почему лига вообще допустила два профессионала? Почему они сразу не сказали? Бля, ты смотри, как можно их топить? Нет, вот такой вопрос. Это важная тема. Почему лига допустила? Они сразу должны были это проконтролировать. Я сейчас скажу со стороны лиги. Это, безусловно, наше упущение. Упущение людей, которые именно следят за этой, за всей ситуацией. Нахождение именно профессионал. Но, опять же, то, что Трубников профессионал, это есть правда в твоих словах, что он не очень профессионал, что об этом половина лиги... Я договорю, я договорю, я договорю. Сука, блядь, со статусом просит, команда. Блядь, ну у вас погодит. Бро, ну какая разница? Мы принимаем эти правила, принимаем. Давайте по ним играть тогда. Давайте дальше. В чем вопрос? Смотрите. И, опять же, есть регламент, который все команды, конечно же, должны соблюдать. Ты, как человек, который тебе предложили по регламенту, ты мог сказать «Потехнай и идите нахуй». Честно, честно. Петруненко бы сказал так, но Саша не такой. Я тебе скажу так, и я бы так сказал, и я бы так сказал, я сказал, да пошли они нахуй, меня заебало, потому что кто-то себе что-то позволяет. Как это было у меня с фричфлексом. Ты бы сказал, что им техническое поражение? Какая разница? Нет, это плей-о. Ну какая разница? А мне похуй. Ну отзеркали эту ситуацию. Ну у тебя там шансов выиграть-то, понятно. Тем более там. Там еще, еще раз тебе говорю, в середине вы его выпустите. Ты тоже бы сказали, «Отъебали твою команду!» Парни, парни, пап, парни. Секунду, если он боится, давайте отмотаем на 4.48 и какой там счет был и сыграем оставшиеся 5 минут. Сань, продолжи. Ну если честно, это как будто бы такая, знаешь, ну ты типа хватаешься за эту историю. Просто здесь вопрос. А почему мне не хвататься, если наебали мою команду? Отъебали так. Отъебали твою команду, а не наебали твою команду. Отъебали? Отъебали твою команду. Все отъебали. Да блядь слеп. Ну блядь, ебал от тебя, блядь, другой человек. Не заметили, блядь. Да какой двухметровый, которого мы примем себе в команду в следующий раз против вас, когда будем играть, блядь. Че ты пиздишь-то? Хуйню несешь, блядь. Ну реально. Это ты у меня просишь вот в такой форме сейчас. Я не прошу у тебя ничего. Ты просто как хуйло себя ведешь, блядь. Почему как хуйло я себя веду? Потому что мы принимаем нормальное, потому что это блядь, баскетбол, нормальная игра, мы принимаем это, а ты ржешь, блядь, и стебешься. Ты, блядь, сам сейчас переобулся. Я тебе дважды говорю, блядь, если ты готов отъебать нас, давай отъеби, блядь. 4.48 мы продолжаем игру. Ну а что не так, блядь? Ты нарушил нахуй, блядь, правила. Твоя команда нарушила дважды. Если у тебя есть яйца, прими эту игру, блядь. И все. И мы, блядь, примем это поражение достойно, как всегда. Ну или спокойно отъеби козлов и играй в финале. Да нет, я в финале понимаю. Ну нет, че вокруг да около ходить? Давайте за финалем как-то. Твое предложение переигровка. Не, я отказываюсь. Отказываешься. И отмотать отказываешься. И Трубников профессионал. Давай Трубников за родину выйдь. И за Трубникова вся заварушка. Ты сечешь вообще? Не, ну это просто крючок. Да смех, ебать. Я говорю, человек из семи игр ни одной не играет. И вот сейчас он изменивает. Я говорю, это просто весь баскетбольный мир смеется, кто разбирается. Да, смеется. Вы отдали отдыхать, Полякова. Это самое главное. Короче, таким образом Пена из самой медийной команды превращается в Самой медийной? Первой, ты хочу сказать. Пену от Мати, блин. Команду Вася Маврина. Команда превращается в хуй пойми что. Но в следующем сезоне даже Пена такого не будет, потому что Кирилл Слепуха будет медийным игроком, а не медиа. И тогда мы посмотрим, как Пена сможет дойти. А он во Флэйву собрался переходить. А я смотрю. Ребят, ребят, смотрю, козлы поднимаются во вторитете. Ну да. Нет, стоп. Давайте вот смотрите момент по поводу вот этих 40 секунд. Лиза, спортивный директор, ответила же, что там не было ну каких-то явных удачных действий пены. Наоборот, насколько мне подсказывают, что наоборот вы забивали вот в первые 40 секунд больше, когда Трубников находился на площадке. Второй момент. Ну вот, я со стороны тоже стараюсь максимально быть непредвзятым. Он правильно говорит про то, что у Поляка 4 фола, он задышал, вы дали ему подышать, что пятый фол гипотетически он мог там на пульсе схватить и ну объективно это перевернуло бы игру. Сто процентов. Вот. Второй момент. По поводу Трубникова. Опять же, я не считаю, что он какой-то там лютый профессионал, который зарешал игру. Гораздо сильнее для вас, Макс Погодин, который по факту в 3 на 3 гораздо больше профессионал, чем Трубников. Вот. Но у вас он заявлен как любитель. О! Вот. То есть, это... Регламент. Опять же, по регламенту все... Ты что? Какая разница? Регламент окна? Он не играл, он не играл чемпионат России, кубок России. Он играл другие турниры в системе руны. Это уже дальше субъективный оценок. Субъективный и формальный. Я так же, я и говорю об этом, что если мы сравним как бы скетболить... Труба просто, ну, по трубе вы плохой скаутинг провели, что он ничего не делает, кроме того, что бросает с скидки 3. Все, как бы, ну, то есть, он слаб в защите, он слаб по решениям, он может бросить, да. Вот, как бы... Касательно, конечно, слеп, ты, наверное, погорячился, когда сказал про переигровку и тут переобулся. Да, это странно. Ну, видишь, погорячился. Погорячился. видишь, он сказал, я буду аккуратно говорить. Я погорячился или еще что-то. Я это сказал, любопытно, я могу тебе сказать, теперь я буду тебе рот ебать вообще. И что дальше? Нахуй мне переигрывать, я готовлюсь вдоль команде и все. Потом в рамках, блядь, любительского чемпионата, блядь, встречу с твоими и выиграем. Давай там реванш в конце сезона провести. Да нахуй они нам нужны, блядь. Да вот нахуй они нужны. Ты хочешь зацепиться, блядь, за лигу просто. Только не с одним мячом. Ну вот, то есть ты не хочешь ни перегровки, ты хочешь, блядь, Я могу хоть медийными, 3 на 3 их медийных выйти вообще. Тут суть не в этом. Ты хочешь просто дальше в лиге войти. Выйти дальше, в полуфинал хочешь просто выйти. Я хочу по-честному, чтобы определился победитель. Тебе только что, блядь, объяснили, что труба, нахуй, даже меньше профессионалов сейчас твоей погоды. Вот ты по мелким моментам споришь с судьями, как бы экспрессивно, это там твоя манера, окей, она имеет место быть. Просто от зерка лето. Вот с тобой такая хуйня происходит. Твоя реакция? Нормально он? Ну, хороший вопрос. Я сейчас могу спокойно, да, как-то порассуждать на это что-то. Как в игре бы я себя повел, не знаю. Как? Если бы труба у меня с Гришей бы поиграл. Нет, если бы это было с пеной, да, допустим, ну, там, да мы Гриша тоже там такой профессионал. Да вот я про это, блядь, и говорю. бро, подожди. Он тут с точки зрения фактов. Он фактует. Здесь у нас аж, братишка. Жалко тебя нет. Аж. Субъективно. Вот, да. То есть, если бы это было, допустим, с пеной, ну, очевидно, я бы там, ну, закрыл глаза и так же сказал, да, конечно, давайте продолжаем, ничего даже отматывать не надо, потому что мы их все равно убили бы много. Вот. Если бы был какой-нибудь фил там, филой, допустим, я бы задрочил наоборот, потому что за ситуацию с Климом и Ричфлекс, то есть я бы отплатил той же монетой, допустим. Был бы у вас, допустим, этот момент там с вами, там, и какой-нибудь там Петруненко, если бы заметил, я бы тоже задрочил. Не факт, конечно, что я бы там сказал, что давайте им технарь, но дрочил бы жестко. Вот поэтому никто никогда в жизни не даст борозды правления Бергу, потому что он точно только лично с ним рассуждает и ничего более. Поэтому вообще похуй, что ты говоришь, блядь. Сейчас, реально. Он не объективно. Все зависит от бумага. Нет, сейчас получается, что пена отскочила на самом деле. Из-за благородства команды Родины Медиа. Ну, получается так, потому что если бы, если бы Саня и Петру, да, например, ну или просто Саня, сказали бы, да, технарь, вот в тот момент. это было решение Жени, тренеру. Все. Это было бы сильно. Отскочили. Отскочили. Спасибо, Саш благородство, твоему ебать, с маленькими яичками снимаю шляпу перед тобой, ебать. Фил, ты вот много себе позволяешь там на прошлой конференции, сейчас опять факи тычешь. Ты готов? Нет, стой, ты готов выйти за свои слова действия в ринге ответить? Готов медийный бой, давай сделаем. Давай сделаем, руки пожмем. Фейс-фейс, давай. Да, давай, давай, я даже сниму. Где камера, блядь, вот она. Подожди, присядьте, нафиг. Бля, какая камера, вот, подожди, вот это. Ебать. Ну, если честно, Бергу вообще не завидую. Бергу? Да. Берг, маску-то сними, пожалуйста, хоть. Вообще, как будто бы видишь, что-то поглажешь. Ты там боишься, красава. Мне тяжело держать голову наверху так долго. А что, бокс? А что, бокс? По каким правилам? Ну, бокс, кикбоксинг ты не согласишься, наверное, Да, брат, какой кикбоксинг? Ну, бокс, давай, да, по боксу. А что, по весу одинаковые 110-100, да? бокс интереснее. Давайте бокс с ММА перчатками. Бокс абсолюткий. Да нет, куда? Голые кулаки. А что, а может тогда, как при карте? Блин, на голые кулаки это чистила мать. А что, через неделю перед финалом? Как разогрев определенный, а? Да, разогрев разогрев. Сань, тебе со слепым так. Понимаешь, если бы я, у нас реально такая история была, что мы понимали, что скорее всего, если мы выходим в плей-офф, то мы выходим с четвертого места и, соответственно, попадаем на Сайонару. И, конечно же, все хотели трахнуть Сайонару. И у меня тогда была мысль, мы просто с Бергом еще разговаривали по поводу вот этой истории, типа, побускаться в перчатках. И было бы прикольно, что если бы перед нашим матчем мы бы с Бергом еще и побускались. Вот. Реалити не вышло. Ладно, блядь. Переиграть надо. Вот. Перегровка, блядь. Вот. Потому что, блядь, да, как бы, не знаю. Да не, на самом деле реалити не вышло, потому что просто обосрались нахуй на игре и все. И форма такая себе была. И форма, наверное, да, такая есть. Мы можем пошить вам, если что, красивую. Да, у нас пиздили дизайн, могут пошить. Что ты рассказываешь? Вашу вот эту полосатую, блядь. Кто вообще считает? Какую полосатую? Кто считает, что похож дизайн? А мы, если что, с удовольствием вам по поводу выступлений советуем. Фил, только все, ну как бы, ты с Сивадой соскочил, стукей. Вступление под плюс очень своеобразную тему. Бля, козлы, Куба молчал, потому что им, конечно, блядь, пена поинтереснее будет. С пеной играть полегче, блядь. Ко мне Гуди, ко мне Гуди вчера подходит перед игрой с Родиной, подходит перед игрой с Родиной и говорит, я хочу, чтобы Родина не прошла дальше, потому что каждый раз, похоже как, почему-то. Потому что каждый раз, когда мы проходим, ну, ты как раз. Да, 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 так говори. Каждый раз, когда мы проходим, мы все время отлетаем с Родины. Я бы не хотел бы. Правда, реально не хотел бы. Бля, почему-то? Я просто смотрел на Гуди в момент этой игры, я просто видел, эту маску надевать Мы переходим, у нас есть новый проект, я как руководитель тебе скажу честно, но единственное, монета по-другому. На самом деле, по факту, у нас сейчас будет противостояние двух самых сильных медиа в Риге. Ну, правда, это пиздобольских медиа, но медиа как бы, блядь. Куба, по факту, это все-таки оказались два самых сильных медиа, да? Ну, нормально. Лен, Куба прибавил, Куба даже по сравнению с Суперлигой прибавил, бросать начал. Я думаю, что Куба слепо разнесет. Ну, типа, прям вообще. И, как говорит, слеп и в защите, и в нападении. Там вообще будет по барабану. Ну, мне так кажется. Слеп опять выпустит двух просиков и все. Не, ну, если просто вместо Кубы баскетбольный журнал не выйдет. И там, конечно, в булите можно будет как-то поиграть. В булите интересно, можно как-то еще... Да нет, ну давай хоть что-нибудь, Куба, скажи, только сидишь, улыбаешься. Хоть что-нибудь на девчонок прыгаешь. В любом случае матч будет интересный. Я не думаю, что будет отрыв какой-то там 10-15 очков. А вдруг? 20-25-30 мы вас разъебаем. Нет, такого не будет. Но, скорее всего, такой очень интересный матч будет, напряженный. Мы с Лепухой друг против друга будем хуяриться до последнего. Смотрите, как я защищаюсь на булитах, всех разъебываю. Да. Да кого всех тоже... Фитнес-тренеры. Что ты ему сказал? Фитнес-тренеры. Я ему сейчас сказал? Да. Или Агунду разъебал один раз, тоже выебываешься, сидишь. Да, это случайно. Не один раз. Херли следующий утрен будет. Мы что-то не знаем. Нет, нет, я про то, что где упало. А вот интересно, а Кот против вашего здорового как сыграет? Это кого? Это тот же. А, Чудо. Ну нет, это хорошее. Чудо-Юдо хорошо отбился. Но он уже взрослый, у него, видишь, он уже тяжело ему. Ну а сколько ему лет, Юдо? Против Полякова у нас там будет Кот стоять, поинтереснее будет уже. Да, вот интересно. Интересно, как Кот против Полякова сыграет. Вот это прям. Как будто бы он его схавает, может схавать. Ну слепо точно схавают. Вот на Полякова посмотрим. А вот здесь вы еще ближе стали, да? Смотри, что творит. Походу, Трубников будет решать. Если бы меня, блядь, сказали, что Куба меня схавает, когда-то бы это, блядь. Ты даже испугалась. А, Юра, ты с ума сошелся. Это что происходит? Смотри. Брон, нет. Как-то кручешь ты именно в ее сторону объясни. У вас что-то вот намечается. Как ты одна там сидела? У нас уже Рилс намечается. То овертайм. Вот этот мой. Сейчас вместе сидите. Когда свадьба? Это была очень интересная игра с Уралбаскетом. И по какой-то причине места были все свободны на первом вере. Неужели у нас такая уебанская игра была, что никому неинтересно было прийти посмотреть? Нет, были. Люба со мной сидела. Там ты одна сидела. Самое интересное, Люба со мной сидит, и вот только она вот так встает, и все, он прилетает. Вот так. Но мой вам совет, Куба, назначить отдельного человека, который регламент будет. Да мы их и так разъебем, нахуй нам это вообще. Хорошо. Вот. Это во-первых. Только что говорил, что не будет такого, что вы их разъебете. Ну это к слову. А, к слову, понял. Чтобы не выпендриваться. Вы как сыграете с Players Club, расскажи мне. Интересно. Тоже, я думаю, у нас... Мне кажется, вообще это самый интересный матч. Реванш, надеюсь, нет. Да у нас и первая игра такая достаточно ровная была. Хоть мы плохо сыграли, они достаточно хорошо. Ну, конечно, естественно, мы плохо сыграли. Да нет, с Михеем пизда. Он был рядом сейчас, поэтому с Айнаров плохо сыграли. У нас Соловьев спокойно с ним отобьется. Михей был Иваманкой, и что? Что он? Ну, забил он 4 очка. Получил... У Иваманка и другие игроки там... У Михея есть и сильные, и слабые стороны. И мы знаем его. Вот если бы Асминин оказался на площадке с Алексеевичем, вот это был бы пиздец. По поводу двух профиков? Вот это вот просто к слову. Это регламент, регламент. Вот это была бы весомая реальная тема. Или, допустим, кто там в Уралхимик два профика оказалась. Вот это было бы, да. Это просто к слову. А, блядь, а у тебя невесомая. Для меня весомая. Поэтому ты и не разбираешься в баскетболе. И обвиняешь меня в маленьких яичках. А маленькие яички-то у тебя. Да это тебя задело, блядь. Я тебе по фактам говорю, слеп. Если ты переобуваешься, то это маленькие яички, блядь. Прикрываешься кими-то регламентами. Кими-то регламентами. А давай, не мечтали и покажи, что они не маленькие яички. Не стой, Фил, может, уступим разогревочный бой? Ну ты можешь доказать, что они у меня не маленькие. Не маленькие. Нет, ну, блядь. Разогревочный бой со слепухой. Опять уже друг друга угибать, блядь. Ты что, блядь, себе противоречишь? Ты говоришь, да это хуйня, это, блядь, какая разница? А сам сейчас говоришь, вот если бы, да кабы. А мне ебет, я вообще не ебу, кто это. Не знаю, кто это. Мне по фактам два профика на поляне. Все, дважды вышли, технаря не дали. Да, потому что всем похуй. Родину душат. Душат. Не, подожди, слеп готов зарубиться с Аней? На чем? Ну, на перчатках. Голые кулаки не надо, нет? Разные лица. Интересно. Я готов один на один его выебать вообще, блядь. В баскет? Да. Я не буду с ним выебать. Бро, да это, блядь, я не буду. Бро, нет, ну стой. Я уже предложил его. Не буду, не-е-е-е. Смотри, я уже предложил. Три на три медийными он сливается. Нет, нет. А в 4,48 он сливается. Сань, пожалуйста. Один на один. Ну там вообще уже нихуя нет, блядь. Один на один? Если он выигрывает, вы не проходите. А почему нет, реально? Почему? Можно аргумент, ты что, ашер? Ашер? Какой ашер? Ты тоже каши не соберись, блядь, заебал. Эй, эй. Сэнс. Нет, кого ты что, Саша-то я... Я же не считаю, как аш Чепенкоса воспринимает Сашу. Это же не так. Так, а ты тоже сам, такая же реакция. Ты думаешь, ты легко его выиграешь? Правильно я понимаю? Я его опрос играешь. Я думал, ну ты думаешь, что ты его легко обыграешь. Правильно, это же поэтому такая реакция. Ну типа, блядь. Верно? Куда? Да нет, ну просто зачем? Как зачем? И он тебе предлагает один на один сыграть. А ставки какие? Какие ставки? Полуфинал. Полуфинал. А какие условия? Какие условия? Подожди, а если он выигрывает, то... Ну все, молодец. Нет, нет, ни хуя. Тут он рискует. Ну хорошо, при всех поджопник меня бьет. Нет, какой поджопник? Вот весь стадион, я вот так встаю вот так вот, блядь. И ты мне не башь с разбега пожжешься. Я готов, блядь. Нормальная тема. Давай. Нормальная тема. Нормальная тема. Он боится, зачем бабки, бро? 100 тысяч рублей, он согласен. Зачем бабки? Я ему вот предлагаю, он обиделся на маленькие яички. Вот стадион, все вы, ты тыкили при всех на камере, уебашешь пожжем. Нормальная тема. Нормальная тема. Я не обиделся, я так же не считаю. Давай, в воскресенье, один на один. Он сливается. И вы еще все свои газы опускаете, правильно? Конечно. И вы тогда говорите, что это все неважно было. Скажи, какие у меня яички, Сережа ему, пожалуйста. Что? А в чем причина? А он откуда знает? Про что? Он сливается, я вам говорю, бля, пацаны. Поэтому, по ходу дела, слеп, реально. Ну просто, ну заткни ему рот по-баскетбольному. Он реально дохуя сказал и про Фиила, братисечку двухметрового. Я бы за это уже начал, ну понял, кидаться. Ты на прошлой неделе газовал реально по поводу бифа с чипенкосом. Сейчас тебе предлагают. А он понимает, пацаны. А он понимает, а он понимает хуйню. Как говорится в баскете. Объясни, просто объясни. Мяч все рассудит. Аргумент есть? Понимаешь? Он понимает, что они какую-то хуйню натворили спланированную. И он даже здесь сливается. У кого все докажет, да? Бля, я не знаю, что вверх соглашатся на эту хуйню. Горябинка вот такая, залетит, а не все. А какие правила? А до скольки? Ну скольки? А до скольки? Типа овертаймом? До семи. До двух вот такая игра. Нет, нет, до семи, до семи. Не рандомно, что было. До семи это же... Не, я понимаю все. Ну давай до семи. Овертайм, да? Как овертайм, но до семи. Какой-то классный вообще, я не знаю. Лига согласна. А, реально? Да, да, давай в воскресенье. Все под камеры, под запись. Сейчас просто... Да я не... Бля, мне заниматься надо делами, бля. Получается. Бля, бля, бля. Да, это жестко, это жестко. Вот это тогда официальный статус. Бро, это везде. Бля, это очень... Слеп, ну тебе здесь полный карбал сжали. Ну хорош. Ну-ка займи. Не за статус самого сильного медиа. Нет, дро, за полуфинал. Отстоять полуфинал. Он сам готов выйти против меня. На два кольца до семи. Да. Давай, Слеп, ну просто, пожалуйста. Нет, да какой поджопник, давай что-нибудь другое, интересное. Нет, давай, я говорю, что может быть более интересным. Стоп, подожди, оба, оба. Что тебе интересно? Оба тихо, оба тихо. Смотри, он ставит полуфинал. Да. То есть это, ну, большая ставка, поджопник это хуета объективно. Yes, sir. Давай, надо поставить, что ты предлагаешь. На дом загородный. Стоп, нет, что для тебя было бы интересно. Я не знаю, пускай... Нет, ну как бы, поджопник, он предложил часы. Да нет, ну тебе... Просто цена полуфинала, как бы. Вот, я говорю, что-то равносильное должно. Три миллиона. Перстень, бро, стоп, я придумал. Да нахуй мне перстень. Перстень чемпионский. А что, это нормально. Нет, чемпионский перстень. Давай, нахуй, нахуй ему чемпионский перстень. Нет, он же из группы не вышел в прошлом году. Нет, ну это... Я отдаю перстень. Перстень чемпиона первого сезона, это пиздец артефакт. Поносишь. Это артефакт, бро. Надо же сначала узнать лига вообще. Я у тебя его куплю потом. Я ему ухо сказал, лига согласна. Лига согласна. Давай на перстень. На перстень, Саня, ты готов? Ты проебать перстень. Давайте по рукам. Стоп. Фил, как представитель лига, разобьется по рукам. По рукам и сэрдаун. Получается, приезжают наши обе команды, потому что если я выигрываю, то мы в полуфинале. Да, факт. Да, да. Я не знаю. Да, да, давай. Бро, пе, кольца до семи. Да, летс гоу. Давай, давай, сделаем. Бое очко одно. Все по одному слеп хочешь? Блин, трешка два. Блин, ну как я не хочу этим заниматься? Давай, не, Брону, не сливайся, уже нельзя. Ты сказал уже два раза. Все, это сильно. Это два раза переобуваться, но это уже вообще ужасно. Фил, Фил готов разбивать, смотри. Давай по рукам, Мистердам. Давай, давай. Фейс-ту-фейс будет? Ты разъебешь его, Брону, камон. Да, я знаю. Ну и все. Фейс-ту-фейс, пожалуйста. И перстень. Ты нахуй не нужен? Может, сейчас весь... Да ну не очкуй, заебал, реально. Разрежай, Брону. Десять человек. Блин, он же вымолил, он же камень. По рукам, по рукам слеп. По рукам дайте, по рукам дайте. Красава. А на два кольца на одну кто-то... На два, как овертайм. До семи. Ой, вымолил, бля. До семи? До семи. До семи. Блин, ну я буду готовить. Что, просто хуни не залетело никакой, до семи играем? Если честно, я играл против него. Скажу тебе откровенно, подготовиться можно. Можно, можно. Да, да, да. Один, блин. А еще, если он еще колготки свои даст тебе, вообще-то... Я думаю, тебе Under Armour даст свои, дайте, с удовольствием. Блин, а прикинь, там план такой, что текила ломает его просто, сразу фалит на отмашь, ломает ему пальцы. Я думаю, я грязно не играю. Я бы хуй его знает. Мелый парень, white boy. Помнится мне один моментик, Саня Междунары, блядь. Ну там ты меня уебал. Нет. Ну что, я думаю, круче уже не будет. Ну что, все, пока они в полуфинале получаются. И еще нормального размера, да, Саня? Да, сто процентов. Уже нормального ставлю. Агунка, давай, красивая наша закрывашечка. Ну на этой ноте мы завершим наш матшот. Матшот. Матшот, блин. Который ты забивала. Да, который я забивала. Это и так реклама такая тайная. Матшот наш, спасибо за внимание. А пускай мне, сейчас Викриша скажет, нахуя ты эту хуйню занимаешься. Я его успокою. Ой, блядь, сейчас мне скажут, нахуя. Будешь нахуя, если ты проиграешь. По закону ты реально сейчас должен будешь проебать походу. Да по какому закону ты тоже дичь. Я тогда мяч в жизни не возьму, все это, блядь, тоже можно записать. Нет, объективно. Что будет интересная, если ты травмируешься, приведи пример. Это будет максимально... Это просто фантастически было. Пиздец, как раз, в чем это невозможно. В чем история-то, в чем схожесть. А Манка, Камбэнк, да. Я тебе просто говорю о том, что им нужно было реализовать именно так, чтобы выиграть. И они реализовали именно так. Это историческая хуйня. Это историческая хуйня. Честно, кто-нибудь вообще считает, что Текила может выиграть? Ну, я просто буду... Если бы до двух, если бы до двух, да, это рандомная клавы, мальбабы. До семи, но до семи один на один это энергозатратно как бы, ты-то еще... Человек сколько игр отбегал, тут до семи вот так вот будет бегать. У тебя же дыхалка на древом. Так, как овертайм. По очереди, как овертайм идет. Он тебе забил трет такой же, да. И каждая хуйня один. По одному, да. На заведение, конечно. Это будет интересно. Трех за семи. Да, ну все, договорились. Я считаю, это вообще главный медийный хайлайт сезон. А когда он будет проводиться? Воскресенье. Перед играми в севере. Бля, уже даже сердечко вот тут. Ты понимаешь? Бля, ну это интересно. Так, все, что, погнали. Погнали. Я поехал на тренировку. Хорош, что подписался. Это лютая хуйня. В флейву мы будем кричать вот так вот. Это хорош. Бля, это бля. Я поехал на тренировку. Редактор субтитров А.Семкин